приветствую вас на первом циничном канале друзья только проснулся новость уже увидел поэтому в таком вот заспанном состоянии сразу решил записать ролик ну что я думаю новость даже не стоит пересказывать наверное уже все в курсе тут наверное только прокомментировать немножко комментировать на самом деле тоже довольно сложно ну что посоветую если кому-то последнее время говорили что такие как и аган они только панику нагоняют нет тут тоже все нормально тут кажется смотри медицина в гору идет как мне на последнем стриме кто-то написал вот вообще все хозяйство поднимается ничего такого не будет вот поэтому оставайся в родной россиюшке все нормально вот разумеется ничего подобного никогда не произойдет сейчас вы можете им смело плюнуть в морду хотя это уже конечно не поможет мышеловка схлопнулась друзья она схлопнулась конкретно я не знаю последствий пока что не отследил может быть таких новостей даже нету сейчас это все будет происходить в исполнении основного указа вот я говорю про закрытие границ по крайней мере для той категории для резервистов которые озвучены границы я думаю понятно захлопнуться будут ли сейчас скажем так захлопаться границы для всех то есть допустим человек не служил по какой-то причине имел отсрочку может быть по учебе так и докантовался за 27 лет не служил но тем не менее категории годности у него вполне себе годная захлопнут ли для него границу не знаю пока и про этих ничего не сказано про резервистов но я думаю что для них захлопнут захлопнут ли границу вообще для всех то есть даже при нулевой категории годности не знаю что в ближайшее время будет будем посмотреть но тем не менее что меня конечно во всем в этом поразило вы думаете что ягодно как что объявление мобилизации нет нет я не могу сказать что я предвидел прямо вот в этот день вот именно такой мобилизации такой частичный ну нет не в день не прям такой понятно что я допускал шаг влево шаг вправо плюс-минус она может быть такой может такой может в этот день а может и в следующий но в целом все было понятно теперь друзья я даже вчера вот камрадам говорил что в принципе сейчас в россии мужчины находятся в таком же положении может быть не все как соответственно еще несколько месяцев назад находились в украине то есть все уже понятно что дальше будет но еще можно выскочить буквально последние и вчера я даже привел пример что когда меня соответственно со мной пришли поговорить товарищи в погонах они пришли в обед на утро в 8 утра следующего дня я вылетел то есть я уже не ночевал дома уже взяла жена билета я вылетел вот то есть меньше суток мне ушло чтобы раскачаться я вылетел в одной одежде вот что она мне была одета я бы в этом вы вылетел собственно то есть я взял деньги документы все одежду я уже потом покупал здесь а сначала я даже купить не мог поэтому я периодически стирался и я извиняюсь за подробности ходила вернувшись полотенцем у меня не было смены одежды вот но когда речь идет о действительно серьезных решениях знаете вы походите обернутым полотенцем ничего страшного не будет вашей жизни не произойдет поэтому я даже не стал собирать одежду у меня было дофига дома я не потратил на это минуты лишний вот и каким образом даже во вчерашних новостях когда вчерашние новости шли каким образом можно было не сделать это я не знаю вот поэтому удивляли комментарии с украины удивляли комментарии когда люди писали что иоганн ты так все круто говоришь но вот у нас выезда нет у нас не выпускают мужчинам запрещен выезд из украины вот как бы что я могу сделать чуваки в течение месяца до начала разведки всех ведущих стран мира говорили будет и сроки давали там эти сроки срывались над этим смеялись но сроки давали завтра через неделю через три дня много раз об этом говорил никто не говорил что через полгода через год вот 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 все да они ошибались но ошибались они там на три дня вот и сроки эти были очень маленькие и никто из этих разведок не говорил там больше месяца не давал сроков все было понятно друзья все было понятно и сейчас вот поэтому говорить что теперь как бы она даже я был не против иоганну не выпускают ну блин друзья что было непонятно лично мне все было понятно наверное лет 15-20 назад вот разумеется я не знал что будет конфликт украины разумеется вот 20 лет назад 20 лет мне 20 до мне было понятно вот я просто знал что будет какая-то жестянка что это будет я не знаю по мере приближения к жестянке ну скажем так она все больше и больше вырисовывалась 20 лет назад я просто понимал что государство которое проделало то что она проделала в двадцатом веке ну проделает что-нибудь еще то есть это были общие представления но я также понимал что нету ни одного поколения в этом государстве за последние столетия многие столетия мы сейчас говорим не только о совке мы говорим о российской империи нету ни одного поколения которую бы не застала серьезные жестянки он посчитайте поколение ваших родителей там афганистан поколение ваших дедушек бабушек вторая мировая самая сильная война в мире вот и так далее поколение ваших прадедушек но у моих допустим я не знаю ваш возраст моих они застали первую мировую революцию вот все по полной программе репрессии вот и так далее так далее так далее вот то есть было понятно что мне уже допустим дальше под 40 а я еще ну прям такой трешатина не застал конфликты в чечне да но не та масштабность все-таки по сравнению с тем что даже застали ну родители минимально мои все-таки они застали там но ты я застал развал союза афганистан и так далее ну короче говоря я понимал что едва ли я проживу если я проживу там ну хотя бы 60 лет едва ли на мой век не придется какая-то трешатина вот потому что ну тогда я буду первым поколением понимаете когда вам кажется что вы сильно исключительный тут что-то не так и еще один момент мое поколение старик уже да мое поколение вот так вот мое поколение она застала живых фронтовиков причем очень хорошо застала я помню еще как сказать не то что молодых но не совсем старых фронтовиков разумеется помню в раннем детстве то есть это 80-е годы вот начало 90-х уже они были старше но 80-е я помню нас учили их уважать вот этих дедушек бабушек но фронтовики все-таки были дедушки большей частью нас учили их уважать и вот ты уважаешь фронтовиков да я уважаю фронтовиков вот я сейчас понимаю что я был дурак на самом деле очень сильно дурак и как увы многие мои ровесники дело было не в уважении вот уважать не уважать но это личное отношение ну да человеку приятно когда его уважают вот но знаете люди которые пережили то что пережили они они бы пережили их неуважение и я думаю все у них нормально было дело не в уважении вот уважать их наверное было надо но дело не в этом в том что их надо было слушать а я вот то есть я конечно услышал что-то что они говорили но мало а они говорили друзья и я сейчас их вспоминаю ведь в принципе если бы их слушать тогда они в общем то все говорили я вспоминаю своего деда он не был фронтовиком он не участвовал войне он был труженик тыла условно говоря вот но он же все равно помнил войну у него он в оккупации был то есть у него в доме немцы стояли вот сначала немцы потом советские войска да не наоборот вот он был в оккупации он многие вещи говорил и он был вот деревенский человек в общем то он там не делал каких-то выводов геополитических вот почему война началась почему она закончилась он говорил о том что видел вот но в числе прочего он такую вещь сказал я вам ее цитировал вот эта вещь которая касается скорее не его его отца моего прадеда он сказал что в общем то никогда не бывает все хорошо сегодня а завтра все плохо мой прадед со слов моего деда знал что будет война за эти сообщения в то время сажали а то и расстреливали то есть сталин до последнего говорят не верил не давал говорить что будет война вот но в деревне как говорил мой дед знали все разумеется боялись говорить но каждый знал что будет война и мой прадед внутри семьи когда только дети и жена он говорил что то будет война с немцами вот говорил он это чуть ли там не с мая ну 41 разумеется вот в июне он это четко понимал дальше мой дед учился в седьмом классе на тот момент закончил седьмой класс соответственно он пошел подавать документы в восьмой класс до ученым был по тем временам это большое образование в деревне он пошел подавать документы в восьмой класс пришел на что несколько ребят пришло и на что им учителя собственно сказали что ребят давайте но они не могли сказать что война будет потому что на стучит сейчас кто-то пойдет если ребят сейчас тут что-то запара давайте осенью вы придете подадите документы вот и дед опять же мне говорит что мы все поняли ну что ты скажешь ну хорошо осенью вот но мы все поняли что образование сорвалось вот что до осени скорее всего чего-то произойдет то есть знали что вот-вот будет нападение вот оно произошло и вот эту вещь я услышал от деда я ему благодарен вот я тоже стал считать что как бы ну если что-то будет происходить лютое в россии вот типа того что сейчас происходит то не будет так что вчера все хорошо сегодня все плохо да да друзья схема моего деда и прадеда сработала все было понятно сейчас тем кто не сможет выскочить но друзья я вас хочу расстроить у вас нету самооправдание нету права на самооправдание все было понятно вот и вчера вечером все было понятно я уж не знаю стоят ли сейчас стражевики на всех мужчин с утра не знаю вот но понятно было не только вчера понятно было уже за несколько дней точно вот а по большому счету понятно было ну очень хорошо понятно было за последнюю когда в украине произошли определенные события связанные там с переходом территории скажем так от одних в другим все было ясно вот собственно такие размышления честно говоря прифигел но прифигел знаете как мы вчера ждали я в коем-то веке стал смотреть зомбоящик мы вчера ждали это обращение вот посмотрели зомбоящика она не состоялась но мне хотелось посмотреть исторический момент вот но относительно исторический вот информативно я как бы ничего не думал узнать и поэтому сейчас я под впечатлением как бы скажем от того что сбылись все мои расчеты последних многих-многих лет стратегические расчеты последних наверное 25 лет сбылись я в 15 лет заинтересовался истории гулага истории революции войн я много книг почитал по этим тематикам и поэтому я понимал что это государство выкинет что-то еще вот поэтому это 25 из моих 40 вот стратегически а тактически уже ну как говорится в каком виде это будет выглядеть ну наверное последних восьми месяцев то есть уже прям очень конкретно как это будет выглядеть потому что семь месяцев уже идет конфликт и соответственно за месяц было понятно что он будет идти вот причем было очень понятно поэтому я вчера просто хотел посмотреть исторический момент но видите он состоялся сегодня утром вот добавить тут особо нечего единственное что смотрите друзья какие категории сейчас уже ограничены по кому мышеловка захлопнулась у меня информации нету по кому она еще не захлопнулась потому что знаете что я думаю что сейчас но резервисты да вот получается что люди которые там проучились всю жизнь отсрочка была по учебе получается что нет если для них мышеловка не захлопнулась то может быть у них есть шанс не знаю теперь друзья не знаю я же говорил до захлопывания мышеловки что не сидите на жопе ну знаете что я думаю что вот если вдруг для них мышеловка не захлопнулась они сейчас посмотрят как пойдут резервисты а потом для них захлопнется то есть резервистов может оказаться недостаточно вот я думаю что многие из них те кто попадет мышеловку они будут говорить надо же а теперь то выехать нельзя и это будут люди которые проучились всю жизнь то есть это будут люди там не знаю с аспирантурой потому что до 2 выше не давал отсрочку отсрочку давал каждый следующий уровень колледж институт аспирантура докторантура вот знаете что на мой взгляд это высказывали все-таки олигофрена что а тут же я знал а теперь уже не выпускают откуда я знал олигофрена вот но самое интересное что если будет следующий этап мобилизации то эти высказывания будут звучать от аспирантов как минимум но среди них будут и защитившиеся то бишь от кандидатов да вот наука наверное та самая которая доказала что бога нет вот та самая просвещенная наука 20 теперь уже 21 века ну друзья такие соображения пока что они очень сумбурные но какие есть а